Фигура третья Уснул крепко народ, уснул без забот и хлопот, И спит наш народ и не ведает, что к ним пришли дармоеды. Лютуют они каждый день, воруют они детей, На детях их прибыль растет, на детях жирует вор. И только народ все спит, закрылся во сне от обид, Когда сон их закончится, реальность сожрет их бессонницей. Здравствуйте! Мы продолжаем рассмотрение дела От администрационного права учения В отношении воноснованного вобилия, На котором она училась в области. До рассмотрения физически, Мы еще не дошли. Так что, у нас тут будет показаться, Мы с вами будем сейчас... Не ешьте я могу. Там у нас подготовлено расположение Уступительного администрационного Диана Валентарина. А то, что в соответствии со статьей 24 От администрационного кодекса об административном По праву нарушения, При открытом рассмотрении дела Участники могут и имеют право в письменной форме, А также с помощью средств аудиозаписи Фиксировать ход рассмотрения дела Об административном право нарушении Фотосъемка Видеозапись Трансляция Обкрыть рассмотрение дела Об административном право нарушении По радио, телевидению И инстансационной конструкционной сети интернет Допускается с разрешения С Warum данного лица Рассматривший дел об административном право нарушении Комиссия, в том числе, К вам разрешение на видеосъемку не дает Просим, выключить видеосъемку каким законом это регламентировано а как же конституция 29 4 вам конституция закон не писан согласно положению комиссии я уже вам постоянно ходатайстах уже говорю говорю вы никак не можете запомнить как выученный урок вы не изучаете видимо уроки надо наберется смотрите пожалуйста у вас там ссылка идет на статью в рамках чего я веду видео про такой но сейчас на сегодняшний день совершаете нарушение нарушение законодательства когда пускай вот это дядечка тоже выключить камеру я тоже технический специалист точно такой же технический специалист до 17 2 постановление 995 позволяет не вести видеофиксацию административного рассмотрения дела с целью фиксацию правонарушения которые происходят уже на втором заседании у нас такое своем заседании второе по счету ну когда то есть написано в рамках пункта 17-1 пункт т.д. постановление 995 от 16 ноября 2013 года вот как раз о ваших примерных положениях о комиссии здесь я кбн не рассматриваю к в курочку опу меня не котит здесь у меня положение не катит от разрезанная катит Question up а здесь у меня кратят положение Ангеллин так не получится утра учиться меня не халм так не получится вас первую очередь руководство тесь положением о комиссии в первую очередь я Елена Михайловна, вы в первую очередь руководствуетесь положением о комиссии. Смотрите, пожалуйста, внимательно положение о комиссии, административный протокол, который вы рассматриваете, вы будете рассматривать в рамках КОАП. То есть, соответственно, вы будете рассматривать протокол именно в рамках Кодекса административного правонарушения, насколько он был составлен правомерно. В соответствии со статьей 24.3, я прошу вас написать расписку, вот там имеется у нас расписка о том, что вам, председателям комитета, разъяснено, что в соответствии со статьей 24.3, часть 3, лица, участвующие в производстве по делу об административного правонарушения, граждане, присутствующие по этому рассматриванию. Отлично, удалите вот этого гражданина, пожалуйста. Имея право в письменной форме, а также в конкурсе, аудиозаписи, фиктировать код рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассматривания дела об административном правонарушении по радио, телевидению, информационной сети интернет, запускается с разрешения судей, органы до основы лица рассматривать дело об административном правонарушении. О, кстати, о должностных лицах. Подтвердите, что вы должны основное лицо, пожалуйста. Прошу, пожалуйста, расписаться. Елена Михайловна, подтвердите, что вы должны основное лицо. Мы снова начинаем мочало, берем мочало, начинаем все сначала. Понятно, о чем мы говорим? У нас ведется видеозапись, видеозапись, ведется... У меня ведется видеозапись. Поэтому в дальнейшем мы можем... Вы отказываетесь от пользы себе. Я правильно понимаю, Вера? Почему? Я вам подпишу сейчас и укажу, что я закон не нарушаю. А вы, пожалуйста, перед тем, как я подпишу, представьте... Давайте по очереди. Нет, я не могу подписать, я, во-первых, не могу подписать, потому что у нас сейчас заседают люди, которые неуполномочены быть членами комиссии. Из того списка, который вы мне представили, у меня только официально полномочены два человека. Остальных людей вы мне так и не представили в документах. Даже на себя. Вы, как должностное лицо, зачитывая мне какие-то права и обязанности, должны подтвердить, что вы имеете право заседать на комиссии. Вы из меня вымогаете раньше времени то, что я не должна сейчас подписывать. Подтвердите членов комиссии. Членов комиссии подтвердите. Вера Александровна, вот для того, чтобы мы начали рассмотреть... Вы не можете мне сейчас зачитывать права и обязанности, пока вы мне не скажете членов комиссии. Вера Александровна отказывается. Я не отказываюсь. Подтвердите, пожалуйста, членов комиссии. Барды, мы имеем... Елена Михайловна, вы превышаете должностные полномочия. Я сейчас позвоню в отдел полиции, сообщу еще об одном преступлении, помимо 292-й. Так. Подделки и фальсификации документов. Итак, в комиссию по делам несовершеннолетних 8 мая поступило 3 ходатайства. Вот я их обозреваю вам. 3 ходатайства, на чем мы там остановились. Хорошо, пускай мне. И, значит, салон уведомлений при обходе материала. Видишь, что они делают. Значит, мы с вами после раз их обозревали. В этот раз давайте еще раз обозреваем. Салон уведомления, значит, ИСЕЦ, короче, приобщить с материалом дела о том, что так, что новыми для России Бижаминской принято заявление от гражданки Ивановой Екатерины Владимировны. Номер КУСП-502 от 02.04.24 года. Значит, какие будут предложения о приобщении? Значит, она просит провести в этом заявлении, которое направлено в полицию, заявление о приступлении, просит провести проверку в порядке 144-й статьи УПК РФ в отношении, значит, инспектора Ивановой Дарьи Сергеевны. Как вы считаете, этот материал относится к материалам нашего сегодняшнего рассмотрения? Это информация? А из чего вы сделали вывод, что он не относится к материалам? Будем ли мы удовлетворять данные ходатайства? Неселесообразно. Итак. Елена Михайловна, озвучьте состав комиссии, пожалуйста. Хорошо. У вас присутствуют здесь посторонние лица. Мы с вами сейчас, да, вашего хозяйства. Вы не можете сейчас так рассматривать. Вы должны сейчас снова озвучить состав комиссии и представить документы. Зачем вы перескакиваете законодательством? Вы понимаете, мы даже не можем... Елена Михайловна, вы знаете, что меня больше всего раздражает в этой истории? То, что вы поставлены здесь исполнять законодательство и нарушаете его прям от момента приема материала и заканчивая заседанием комиссии. Вера Александровна, вы наши любые действия имеете право обжаловать судей. Я не собираюсь обжаловать судей. Я сейчас буду просто заявление писать на вас и все. Я уже одно заявление сегодня написала по 292-й за подделку и фальсификацию. Вера Александровна, вы можете обжаловать любое решение... Ваша комиссия ознакомлена с материалами дела? Что они у вас как тут повторяют одно и то же? Ознакомилась. Да? Что они видели в материалах дела? С чего они взяли, чтобы данное заявление не относится к материалу? Расскажите нам. Мы в прошлый раз знакомились. С чем мы знакомились? С чем мы знакомились? С представителем комиссии? Вы в прошлый раз с чем знакомились? Давайте голосовать. Данное заявление приобщено к материалам дела, потому что мы рассматриваем протокол об административном правонарушении. Данный протокол составлен в неправомерном форме. По этому факту объявлено, соответственно, заявление, зарегистрированное заявлением КУСП. Должностное лицо, если видит, что данный материал находится на проверке, обязан отправить обратно материал. Вы не имеете права это рассматривать, пока не будет рассмотрены результаты проверки. Вы сейчас превышаете должностные полномочия. Еще раз проговариваю. Вы должны обратиться в суд. Зачем мне в суд, если у вас нет даже должностных полномочий никаких? По вашему уже положению. Если нет должностных полномочий, значит ваше дело обратиться в суд. То есть вы сейчас заседаете незаконное, правильно понимаю? Елена Михайловна, я правильно озвучиваю? Вы заседаете здесь незаконное, правильно понимаю, Елена Михайловна? Позревай, будем ли приобщать? В прошлый раз мы все с вами знакомились. Озвучьте, пожалуйста, состав комиссии. Здесь приступают посторонние. Чтобы приобщить данную информацию к материалам дела, прошу членов комиссии голосовать. Сейчас как попугаю все, давайте. Да, вот попугайчики. Подняли ручки. Без материальчиков сидим, поднимаем ручки. Материальчики все читали? Рассматривается ходатайство о прекращении производства, которое зарегистрировано в администрации Бижанинского района 8 мая 2024 года номер 2048. Вот оно на трех листах, обозреваю вам. 7, вот обозреваю вам. Вы его зачитайте, пожалуйста, вы меня зачитывали. А я не зачитываю. Давайте, да, зачитываю. Итак, ходатайство о прекращении производства в рамках пункта 17.2, пункт 2, поставленного в администрации номер 995 от 6.11, 2015 года, изменения. Руководствуя статьей 11 Федеральной законы 120 Комиссии безнадзорности и правонарушения межлетних по предупреждению, безнадзорности, беспризорности по правонарушению, а также антиобщественных действий межлетних, выявлению, устранению причин и условий, способствующих этим обеспечению защиты прав и законов интересных межлетних, социально-экологическая реабилитация межлетних, находясь в социально опасном положении, выявлении причин и случаев увеличения межлетних, совершении преступлений, других противоправных, антиобщественных действий, а также случаев отклонения к суицидальным действиям. В рамках статьи 14 раздела 2.120 Федерального закона организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывают социально-психологическую, педагогическую помощь межлетним с ограниченными возможностями здоровья или отклонениями в поведении, либо межлетним, имеющим проблему в обучении, выявляют несушлеетних в нацистально опасном положении, а также непрещающих и эспатически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению и общему образованию, выявляют семьи на качественно опасном положении, оказывают фонд обучения и воспитания, обеспечивают организацию образовательных организаций, общедоступность спортивных секций, технических и иных в школах и видов привлечения к участию в межлетним с ограниченными возможностями, осуществляют мероприятия программы, не могут направить на тренирование, в обучении, согласно положению постановлению 27 апреля 2007 года номер 23, об утверждении положения комиссии обеспечивающих прав в городских округах муниципальных районах, разделов 2, пункта 2, основными задачами комиссии являются предупреждение беднадзорности, бедпризорности, право нарушение биологических общественных действий, выявление устранения причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законов интересных людей, стальной педагогической амбитации, не шли в ней на социально опасном положении, в том числе связан с потреблением наркотических веществ и психотропных веществ, выявление и причинение случаев увеличения жилетних в совершении преступлений, других противоправных антиобщественных людей, а также в случае склонения к суицидальным действиям. Пункт редакции введен к действиям в постановлении администрации Бижаметского в Псковской области номер 371. Ни один из перечисленных пунктов, установленных законодательством, не фигурирует в материалах административного дела в качестве выявленного нарушения и не является основанием для рассмотрения материала дела на КДН Бижаметского района в отношении Евы Ивановой. Вопрос, каким образом безнадзорность и беспризорность относятся к рассмотрению вопроса о выборе формы сдачи экзамена, если сама организация совершает нарушение закона, предусмотренной статьей 19.30 КОАПРФ. В протоколе об административном правонарушении, ставленном в отношении Ивановой, изложена ложная информация в виде необеспечения процесса подготовки дочери к сдаче государственной итоговой аттестации формы ЕГИД ОГМ, установленной законодательством. Родитель Иванова неоднократно заявляла в письменной форме об обеспечении итогового собеседования на условиях соблюдения законодательства по обеспечению сохранения безопасности незаконной передачи данных ребенка в некую базу ГИА-9, являющейся не государственной платформой, не имеющей аккредитации, нарушающей права ребенка, предусмотренной статьей 9.152 закона об обработке персональной данной, а также части 4 статьи 59 ФЗ-273, где итоговая аттестация имеет государственную аккредитацию. Согласно материалам дела в документах, изложено объяснение директора школы, где указано, что одним из условий допуску ГИА является сочинение по русскому языку и отсутствие задолжения. Сочинение в школе не проводилось, равно как и согласие характеристикам и объяснением самого директора школы, когда он учится хорошо, задолженности по учебе не имеет. Сотрудникам МВД и ФРМ, составивших отдельный протокол, проверка по материалу была, проведена нежащим образом в протоколе, а также в рапорте, имеющем материале и дело, находится на рассмотрении в КДН изложена ложная информация. Так, сотрудникам МВД с вами в рапорте на 27.03.2024 года утверждает, что Е. Иванова при беседе отказалась проявлять документ об удостоверяющей личности паспорта сотрудника МВД. Однако родитель Иванова не встречалась с 27.03 сотрудника МВД и никакой беседы с ней не проводилось. По факту фальсификации протокола сотрудникам МВД и ФРМ было заявлено в полицию заявление о совершении преступления по статье 202 УК РФ «Служебный подроб» и зарегистрирован по СП-502.02.2024 года. По докс, составление протокола является не единственным преступлением, совершенным сотрудникам МВД, в том числе после вручения ранее ставленного протокола. За углом с помощью закупивания угроз сотрудникам МВД и законом вручил бланк повестки. Одновременно с этим Ефремо, не являясь сотрудником МВД, одномоментно с субликованием протокола об административном правонарушении вручила безыменную повестку на КДН без подписи и печати с инсталлой секретаря комиссии Ивановой МВД. В результате закона действует, что не было подвергнуть родителю стресс и нарушило право родителя на защиту и рассмотримую часть 1 ст. 22 7 омп. 1, то есть сам сотрудник оборудователь занимается подобным инструментом, нарушает зашел, и использует чужие право об учреждении, и вручает из качестве устрашений и давления. Вся процедура вручения ритма протокола об административном правонарушении записанного на УВД. Восновляется вновь тренировка, предподача на КДН. По необходимости ознакомиться с материалами дела, поскольку рассмотрение назначено было согласно повестке на 0.3-0.4 сотрудник КДН отрисал о наличии материала, имеется аудиозапчатая, подтвердил, что вручение данной повестки руками сотрудника МВД незаконно, поскольку повестка должна быть подписана с институтом КДН и заверена печать, ровно как и принятие решения о рассмотрении материала принимается комиссия, а не сотрудникам МВД. Исходя из изложенного на факт наличия административного материала на 0.3-0.4 в КДН, ранее отсутствовал и рассматривать на 0.3-0.4 не мог. Сам факт вступления материала в КДН был зарегистрирован только 17-0.4 в внушении дела производства согласно положению по комиссии. Согласно положению, а комиссия номер 23, значит, ответственность секретарь исходит в полноморке, а также осуществляет подготовку материалов для осмотрения заседания комиссии, оповещают членов комиссии и лиц участвуют в заседании комиссии о времени начала заседания комиссии, проверяет их явку, знакомясь с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии. Согласно материалам дела, секретарь комиссии вышел за рамки пределства и полноморке, но и право нарушения в виде самоправства, выразили в необоснованной сборе информации о родителе, в виде запросов характеристики на Иваново, датированных 0.9-0.4, то есть на момент, когда материал дела еще не поступил в КДН, за которое предусмотрена уголовная ответственность по статье 330 УК, 286 УК и 285 УК. В том числе и в нарушении положения комиссии номер 23. Согласно разделу 5, пункт В, делопроизводства, материал дела отсутствия определения КДН Бижанинского района, о принятии и посмотрении материала дела, зарегистрировано заходящим номер 20, от 17, до 4 неизвестным журналом. Одновременно с этим материалом дела имеется по обвескам назначения заседания 0 на 17.04, датированное 0.9-0.4, а также подтверждается факт превышения полномочий сотрудниками КДН и входящими за их пределы в срок рассмотрения материала и срок уведомления о назначении рассмотрения дела, которого еще нет. Согласно положению комиссии по делам и шлейфу, номер 23.0.1.2017 года, пункт 5.22, В случае непредставления материала, установленного в настоящем положении срок или их представления с нарушением требований данного материала, вопрос может быть снят с рассмотрения, либо перенесен для рассмотрения на другое заседание комиссии в соответствии с решением председателя комиссии. При вышеизложном обстоятельстве данный материал не подлежит рассмотрению КДН Бижанинского района по причине стабильности, то есть сложных сведений, а также злостного нарушения заказательства сравнены с сотрудниками ВД и ФИМУ, в отношении которых ведется в настоящее время проверка по КУСК. Ввиду подложки протокола об административном правонарушении КДН не имеет права признать решение по причине недопустимости как доказательством. Срок данности к лечению ответственности по 5.35 по обставляет 2 месяца. В рамках статьи 4.5 по постановлению по делу об административном правонарушении не может быть вынесли по стечению шефейстика календарных дней по делу об административном правонарушении, садясь в совершении административного правонарушения. Согласно материалам дела в рапорте сотрудникам ВД отражено, по его мнению, нарушение было совершено с 28.02.2022 года. Срок при лечении ответственности 28 апреля 24 года. На основании высшедорного правонарушения, пунктом 1, пунктом 2, части 1, статьи 24.5, в части 5 статьи 28 апреля 24, прошу прекратить дела об административном правонарушении в прошении Иваново по пункту 1, пункту 2, части 1, статьи 24.5, в кодексе об административном правонарушении. В соответствии с частью 3 статьи 26.2 КОАПа не допускается использовать доказательства по делу об административных правонарушениях, полученных с нарушением закона. Сотрудникам ВД Ефремова злостно нарушила КОАП в части подложность составления протокола по статье 5.35 КОАП в части лишения права на защиту, фальсификации, изложенной информации в рапорте от 27.3, а также по проведению проверки в отношении Ефремовой по заявлению о причине ее к уголовной ответственности по статье 122 Уголовного кодекса РФ КОАП в том числе нарушения права на ознакомление с материалами на стадии незаконного выручения повестки об административном правонарушении и проведения должной проверки, о чем сообщено правоохранительным органом. В соответствии с пунктом 1, пункт 2, часть 1, статьи 24.5 КОАП, отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством в случае случаях, если просто по делу об административном правонарушении. На основании вышеизложенного прошу прекратить дело об административном правонарушении по всмотрению статьей 5.35 в отношении Ивановой Екатерины Владимировны. Мы благодарны Екатерине Владимировне, что она еще раз изучила 120-й федеральный закон. Мы сегодня здесь с вами и собрались для того, чтобы исследовать данные, которые приложены к протоколу об административном правонарушении. В прошлом заседании комиссии мы с вами вели разговор и рассматривали данные материалы. И сегодня для дачи объяснений поприглашен директор школы Шатруб Дмитрий Николаевич, который даст нам пояснение. Предлагаю данное ходатайство отклонить. Каковы ваши предложения? Какое ходатайство? Прекращение? Вы серьезно? Значит, за номером... Елена Михайловна, вы сейчас серьезно это делаете? 48. Какие будут еще? Елена Михайловна, вы серьезно это сейчас делаете? Версанна, вы, пожалуйста, мы рассматриваем ваше ходатайство. А как вы можете его отклонять? Я не ходатайствую в этом ходатайстве, допрашивать вашего директора. Ваш директор уже отвечать будет по другим статьям. Итак, вы нас что-то пугаете? Я не собираюсь вас пугать. Я просто очень понимаю, почему вы до сих пор не озвучили мне состав членов комиссии. У вас опять... Как вы можете что-то сейчас зачитывать? Если я не знаю, с какими коллегами вы здесь заседаете? Отклонить. Кто за то, чтобы ходатайство... Отклонить, как пробки такие отклонить. Расстрелять. Сходящим номером 2048. Жесть, конечно. Паратрон, членов комиссии. Да, Елена Михайловна, я просто в шоке от вас. Кто против, коллеги? Кто воздержался? Где дальше? А в рамках чего? Вынесите, пожалуйста, письменное определение мне? Мы вынесем письменное определение. Сейчас мы все рассмотрим, чтобы нам по 100 раз находиться... Нет, я хочу, чтобы вы сейчас вынесли мне письменное определение. Вынесите мне сейчас письменное определение. Давайте так, Вера Александровна, мы все-таки... То есть вы, короче, у вас свой самосуд здесь, да, я так понимаю? Вера Александровна, нет. Вы сами тут... Вы тут сами по себе такие сидите. так, ну ладно, покурим бамбук, втроем тут рассудим, и все нормально, все порешим. Я так понимаю, вам закон не писан, вам не писано ни положение о комиссии, ни кодекс административного правонарушения, ничего не писано, да? Вы вообще творите полное беззаконие, я правильно понимаю? Я правильно вас понимаю? Вам закон не писан, вам не писан закон 120 федеральный, вам не писан кодекс административного правонарушения, вам ничего не писано, правильно я понимаю? Положение тоже вам не писано. Если вы согласны с действиями и решениями комиссии, любые действия наши, пожалуйста, обжалуйте в суде. Зачем мне в суд, когда мне просто вас посадить проще, все. Значит, если суд, это как угроза сейчас звучит? Нет, это предупреждение. Я уже написала ни одно заявление, вы даже не слышите. Во-первых, вы кто? Во-первых, вы кто? Вы кто? Вот представьтесь, вот сначала представьтесь, вот сначала представьтесь. Представьтесь сначала, у нас есть положение номер 23, при котором комиссия представляет состав комиссии, и это происходит каждый раз. Вера Александровна. Представьтесь, пожалуйста. Вера Александровна, вот смотрите, вы... Елена Михайловна, вам закон не писан, я правильно понимаю? Нет, вы неправильно понимаете. Я правильно понимаю, вам закон не писан? Нет, Вера Александровна. Не писан, все, понятно. Значит, в рамках действующего законодательства. Давайте, нарушайте дальше закон. Мы рассматриваем ваши ходатайки. Давайте, положение нарушайте, 23-е свое. Нарушьте свое положение, еще раз. Коллеги, значит, дальше идем, дальше идем. Коллеги, коллеги, кто вообще эти люди? кто эти люди очень за номером 2047 коллеги 8 05 это мы коллеги ходатайство о поставлении информации в рамках пункта 17 это знаешь как видимо крыша большого неопределены полномочия порядок деятельности принятия решений в положении номер 20 неопределены полномочий порядок деятельности принятия решения к дн бежанинского района исходя из ссылок на интернет ресурс на который к дн бежанинского было установлено что на интернет пространстве не смеет не размещена информация о составе комиссии акта создания положения комиссии бежанинского района в том числе материалы дела отсутствуют определение к дн бежанинского района о принятии административного материала на рассмотрение со ссылками на статьи федерального закона установлено пунктом 1 часть 1 статьи 224 по руководствуясь статью 1 120 федерального закона комиссии по нему что не хочет их прав создаются высшими исполнительными органами государственной власти комиссии по федерации цели координации деятельности органов учреждения системы профилактики безнадзорности правонарушений по предупреждению безнадзорности без призыва правонарушения антиобщественных решениях выявление устранение причины и условий спасающих защитной правы законных интересных решений сонт-прокидатом решений на не все цель на постаново положение выявление в следующий случай мы учреждений из летних совершений преступления и противоправных антиобщественных грейка даже случаях склонения в суицидальных дейтин в рамках статье 14 раздела 2 статья федерального по 120 организацию снять образовательных действий оказан социально-психологическую и педагогическую помощь нешлетним, ограниченным возможным здоровьем, отклонением в поведении, либо нешлетним, имеющим проблем в обучении. Выявляют нешлетним нехорестально опасным положением, а также неопрещающих, астматически пропускающих, по неважительной причине занятий в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию, получению и общему образованию. Выявляют теми нехорестально опасным положением, оказывают помощь в обучении и воспитании детей. Обеспечат организацию образовательных организаций, общедоступность спортивных секций, технических микросхудков, клубов и привлечения к участию в них несовершеннолетних. Обслуждают меры по реализации программ методик направленных на формирование законопослушного поведения шлейфов. Согласно положению 23 января 2020 года, номер 23, утверждение положения комиссии о право нарушения общественных действий в правах городских и округах муниципальных районов, разделом 2.2, основными задачами комиссии являются Впрочнее, в случае с планением социализма до муниципальных действий, в случае с планением социализма FF, не один из больших оппонших в правах органов, разделом 2.1, основные задачи появляются в правах членов, разделом 3.3, основного положения, в том числе связанных с медицинским потреблением наркотических и психотропных и эффективными данными вещами. Ни один из вышеперечисленных пунктов установленной законодательства не фигурирует в материалах административного дела в качестве выявленного нарушения и не является основанием для осмотрения материалов на КДН Беженского района в отношении Евы Ивановой. Административный договор в Псковской области комиссия по двору межлетних защитных прав нарушил на момент заседания комиссии, относив от 17.04.2024 года и назначенного на 08.05.2024 года пункт 1 часть 1 статей 29 и 4, а также положение комиссий по двору межлетних номер 23 от 23.01.2006 года и ПЗ-120 законов Псковской области комиссий по двору межлетних номер 23 года. Т-175 УЗ, код 07.10.2004 года с изменениями. Учитывая, что в материалах дело не отражено основание, в рамках которого пункта положения комиссии было назначено на рассмотрение, ровно как подано ложное заявление со стороны ГБУ школы не относится ни к одному из пунктов 2 ст. 14.20 Федерального закона, то КДН Бижанинского района неполномочно рассматривает данный материал и подлежит прекращению. На основании вышеизложенного ЕВ Иванова не ознакомлено со следующим пакетом документов. Акт правительства Псковской области утверждается в положении комиссии, на которых определяются цели и задачи полномочия, порядок деятельности и принятие решения. Пункт 2. Положением о комиссии. Пункт 3. Составом комиссии, на котором не размещен на сайте администрации Бижанинского района. На основании вышеизложенного. Прошу рассмотреть настоящее хозяйство. По результатам рассмотрения завести протокол о седании комиссии, назначенной на 08.05 и вынести письменное определение. Представить на ознакомление акт правительства Псковской области утверждается положением о комиссии, в которых определяет цели, задачи, полномочия, порядок ее деятельности и принятие решения. Положением о комиссии. Составом комиссии, который мы не размещен на сайте администрации Бижанинского района. Так, коллеги, пожалуйста, ваше предложение. Будем ли им удовлетворять данное ходатайство или не будем? Пожалуйста, пожалуйста. Значит, предлагаю данное ходатайство удовлетворить в участке, ознакомить Веру Александровну и Екатерину Владимировну составом комиссии, чтобы она в следующий раз могла точно уже нас узнать всех по именам и, так сказать, внешним данным. Согласны с данным решением? Согласны с данным решением? То за то, чтобы ходатайством удовлетворить в части, а именно познакомить ИСОП составом комиссии, который по их мнению не размещен на сайте администрации Бижанинского района, хорошо голосовать? Кто против? Вы сдержался? Нет. Будьте добры, пожалуйста, принесите. Сейчас мы сразу ознакомимся, чтобы не было особого комиссии по восстановлению, мы копии сделали, чтобы нам ознакомить. Чтобы этот вопрос больше не возникал, чтобы мы не прекращали. На остальное будет вам вынесено письменное определение. Сегодня? Да, да. Вообще вчера еще надо было вынести. Мы прерывались. Нет, понятно, да, что мы две недели нарушали закон подряд. Вам вообще закон не писан, Елена Михайловна. Вы же полное беззаконие творите. Я же вижу просто, что тут уже рассказываете. Вы не наши действия, можно обжаловать. Зачем не обжаловать? Я вам уже повторила свою позицию. Я буду писать заявление на вас о привлечении вас к уголовной ответственности. Потому что вам закон не писан. Вы думаете, что вы здесь в глубинке, и все вам можно сделать. Вот и все. Вот это ваша позиция железная. И прокурор допускает нарушение законодательства. Ну что, очень хорошо. Хорошо устроились. В какой части вы видите нарушение законодательства? Вы свое положение комиссии хорошо знаете? Да. А должностную свою инструкцию хорошо знаете, Елена Михайловна? Елена Михайловна, вы свою должностную инструкцию хорошо знаете? Это каким образом относится? Относится. Вы сейчас в какой должности работаете? Вы сейчас в какой должности? Первый заместитель? Вы сейчас в какой должности? Ответьте мне на вопрос. Это относится. Потому что вы не можете заседать на комиссии согласно вашей должности. Но это ваше мнение. Это не мнение. Это распоряжение номер 21. Вы хорошо читали свое распоряжение? Пожалуйста. Мы с вами знакомились. Ну, нормальная такая женщина. Значит, Иванову Екатерину было... Молодец. Корона. Корона уцарапала потолок уже весь. Итак, знакомимся. Значит, я, Иванова Елена Михайловна, председатель комиссии... Я хочу сфотографировать. Так. Пожалуйста, Нина Дмитриевна, Иванова, секретарь комиссии по делам несрешеннолетних. Максима Елена Владимировна, начальника отдела образования... Елена Михайловна, я уже вам вчера сказала, что я плохо воспринимаю на слух. Я хочу сфотографировать документы. Ознакомьте меня с документами. Вы вас сейчас... Вы просили познакомить, Вера Александровна? Мы вас знакомим? Ознакомьте меня с документами. На втором этаже начальника отдела образования Михайлова Луи Александровна, специальный педагог центра... Как у нас называется? Вот они постановлялки сегодня рисовали. Служба диагностики разработки планов, специальный педагог. Художник. Сумирнова Елена Викторовна, начальник территориального отдела комитета по социальной защите Псковской области. Питейна Елена Юрьевна. Питейна Елена Юрьевна. Заместитель директора центра соцобслуживания. Так, кто там, кто там, это значит, не вижу. Значит, Иванова Анжела Владимировна. Она у нас... Так, ой, исполняющий обязательный начальник отделения центра занятости. Дальше. Гешов Александр Николаевич. Гешов Александр Николаевич. У нас сама собой живет. Гешов Александр Николаевич, уже видишь? Ваша должность какая? Начальник отдела Нагорной Тесенской, психологической работы под Уральницей Луфлянской на Нагорском и Нажерском районе. Да, так, хорошо. Дальше. Дальше. Семенова Елена Константиновна, начальник службы участковых полноочных МОРВД России в Биржанинске. И Захара Людмила Валентиновна с помощью обязательств главного врача в Биржанинской районе Банинске. Вот это члены комиссии присутствующих заседаний. Я могу сфотографировать? Мы даже вам копия. Отлично, давайте. Да, да. Вот мы определение... Давайте мне копии, я хочу почитать. Мы определение вынесем и вам вместе... Нет, я хочу сейчас почитать, потому что я не понимаю, кто здесь присутствует. Дайте я почитаю документы. Елена Михайловна, вы сейчас нарушаете закон. Вы понимаете это или нет? Вы сейчас собрались здесь толпой, я даже не знаю, кто это вообще. Вы не даете мне документов. На выходе я понимаю, что в прошлый раз вы вносите постановление, не имея полномочий на это. Ну это, понимаете, ваше мнение. Это ваше мнение. Мнение только у вас. Сейчас еще раз. Вы сейчас еще то же самое будем рассматривать. Дайте мне почитать документы. Так, пожалуйста. Передайте мне копии, пожалуйста. Так, пожалуйста. Идем... Подходите, фотографируйте. Пожалуйста. Вы мне сказали, что вы подготовили копии. А у вас еще есть одно определение? Ой, еще одно ходатайство, где вы тут то же самое просите. Нет, я не то же самое прошу. Не то же самое. Пожалуйста, Вера Александровна. Подходите, пожалуйста, фотографируйте. А почему я должна фотографировать, если вы мне сказали, что вы мне дали копии? Дайте мне копии. Так, отдайте, пожалуйста. Отдайте, пожалуйста. Пожалуйста. Так, следующее ходатайство. О возвращении протокола и других материалов делал в административном праве, в рамках статьи 2.9.4, которая за... Свеженький, видишь? Свежие испечания. Подходящим 2046. 2046. Почему подписи нет? ...администрации Бижанинского района. Там копия верна на письме? Нет. Ну где подпись-то? Ну, ты что дальше? Я такую печать у себя в сумке такую же держу. Чего? У меня таких в печати полная сумка. Смотрите, она у меня не закрывается. Пожалуйста. Дальше, пожалуйста. Заверьте, пожалуйста, подписью, чтобы мне было с чем идти в правоохранительные органы. Семнадцатого... Обязательно. Сейчас мы закончим рассматривать. Это же документы, они с не клайной денутся. Семнадцатого... Поехали, вообще ничего не заявил. ...важной с календарем джанинского района. ...сотел административный материал в отношении... Появляю, я еще просто... ...согласно материалам дела, документов, приложения, объяснения директора школы. Делал указ, что одним из условий в допуску ГИА является сочинение по русскому жертву. Почему тут с семнадцатого? ...сочинение в школе не проводилось. Ровно как и согласно характеристикам объяснения самого директора. Ребенок учится хорошо, заборщик и учет не умеет. Сотрудникам ВВД в плену составил, чтобы поддельно проверка по материалу была по орденанию врача. Это дурка. Имеющий материал, где она точно рассматривает, сложная информация. Так сотрудникам ВВД в слайд на РАПОК от 27-го у нас 3-й годы, взрослый Ивановский. Что натворит? Отказал, что библиотеку не расщает еще личность пасторных сотрудников ВВД. Одна от родителей в Иваново... Что натворит вообще? ...сотрудникам ВВД не проводил. А почему в купе-то не забыл дать? Потому что их нет. Я просто сейчас не могу сверить их. еще занимается нарушает закон и его научный материал был зарегистрирован только 17 внушение дела положения комиссии согласно положению у комиссии вопрос может быть захару есть вывести 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 внести Захарова вывести письменно нарисовали вывести озерскую озерскую так вы одно и то же читаете зачем кто спросит это номер 2046 это другой документ что-то вы прям там запутались где у ваших коллег материал делал значит поэтому все у нас есть так как информация которая будет рассмотрена в соответствии с 59 федеральным предлагаю да нормально коап 59 закон вообще кручу-верчу запутать хочу елена миха елена михайловна вы опять нарушаете закон если какие-то иные предложения вообще нет предложения за то чтобы ходатайство возвращение протокола и иршова 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 которая вот само катается запятым за номером 224 ходатайства да она сидела тут шарочка смошеночка два часа договаривалась 222 тоже видишь и закон написан за номером 223 233 за номером 2024 и за номером 2025 25 так значит предлагаю предлагаю начать рассмотрение данных ходатайства у меня не совпадает фамилия елена михайловна ходатайства с номера вы не подтвердили тут фамилии еще людей лапины не подтвердили лапины отсутствуют нет подождите вот у меня например из того списка который в прошлый раз вы не представили у меня подтверждены только две фамилии ваши точнее вашей фамилии там вообще нет нет смотрите нет причем тут другая комиссия я сейчас вот я получила получается постановление на людей которые по составу комиссии их нет вот давайте вот разберемся все таки ту комиссию которую мне предоставляли в прошлый раз там не составляет состав комиссии вы предоставляли мне состав ну Елена Михайловна ну что вы я не знаю ну вот что 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 видео вам предоставить или что вот мне предоставили постановление 51 из которого у меня совпало только две фамилии Иванова соответственно А.В. и Мельникова НН соответственно мне сейчас вы не предоставляете другие постановлялки вот Захарову я слечила да все совпало да Ершо отлично супер да да вот ну как бы у меня к вам вопросов нет постановление нарисованное но мне предоставили да ну так если вы должны обязаны предоставляться что вы так вздыхаете ваше положение об этом вам председатель не говорил что надо положение считать 23 не говорил он что вы должны с материалами знакомиться я знаю одно что если говорит председатель другой молчит дадут вам слово вы говорите все молчат нет подождите подождите вы говорите нет подождите мы сейчас с вами не находимся в суде понимаете когда судья зачитывает права обязанностей там немножко другой регламент в суде понимаете а мы сейчас говорим о комиссии по делам нескольшеннолетних И первым, чем руководствуется комиссия по делам совершеннолетних, это положением о комиссии. А вы его злостно нарушаете. Вы злостно его нарушаете. Вы можете наши деньги обжаловать судья. Да зачем мне обжаловать? Я уже повторила вам. Вы пойдете по 292-й. Хорошо, Вера Александровна. Поверьте мне, вам понравится. Нет, я вас предупреждаю, потому что вы уже который раз нарушили законодательство. Который день вы уже нарушаете законодательство. По очереди буду. В рамках чего вы чего отказываете? Вы носите определение письменное? Письменное определение. Вот мы 4 рассмотрели, 4 сейчас вынесем, еще 4. Вы должны встать, выйти, вынести. Встать, выйти, вынести. Встать, выйти, вынести. Вы очень любите свою комиссию. Вот вы должны исполнять свой закон, который вам прописан. Вам прописан что? Да, конечно, я буду говорить параллельно, потому что я вижу, что вы все вместе занимаетесь нарушением законодательства. Значит, обозревая на двух страницах, на двух страницах, представление... Ну, я же говорю, закон не песня. Пофиг, собрали что-то. Пофиг, собрали что-то. Вообще, ты уже видишь, он... Пофиг, мне мне тебе. Да. Тяжелый случай. Я даже постановление на себя не могу представить. А, тут же писать. Камеру выключить, а мы будем записывать и беспределять. которого согласно распределению совпал, только по двум поливиям – Иванова, А.В. и Мельник, В.Н. Из 15 перечисленных, которые неподписанно участвовали в заседании 08-05-го, на заседании в КДН, а также в списке отсутствовала фамилия, выведенная из состава комиссии Михайлова Л.А. На обозрение не представлено достоверную списку состава комиссии, в котором будут предполномочия председателя КДН, написано, что Иванова, Горокса, Закарова, Смирновый, Латвий, Максимовый, Семеновый, Халовый, Вершовый, Иванова, 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 Питей, Мельник, В.Н. Только на трое их не совпал. Согласно представленному списку, стоящих 15 человек, свои полномочия подтвердили в рамках постановления только два человека, именно Иванова и Мельник. Вы не понимаете, зачем они должны быть ответственной? Потому что они принимают решение, понимаете, Елена Михайловна? Они принимают решение, принимают судьбу ребенка, понимаете, Елена Михайловна? Нет, не слышите меня? Или вам закон опять не писан? Не перебивайте, пожалуйста, Вера Александровна. Потому что вы включаете людей, которые не исключены из комиссии. Они тут сидят и ручки тянут. ...второжение о комиссии номер 23, а также нарушение распоряжения... Вообще, я говорю, ей пофиг. ...от 17-го числа до 17-го года... ...по намочия первого заместителя... ...воседательный КДН. В том числе, я согласна с правилами администрации, в бюджетном сайте номер 23, от 17-го числа до 17-го года. Должность, ответственность секретаря КДН находиться под руководством заместителя главы администрации районов, о котором информации на фондационном союте отсутствует. Согласно статье 26, не установлено факт о наделении полномочий, созданной при администрации бюджетного района, структуре КДН и ЗПО. Согласно распоряжениям, от номер 21, от 17-го, но 4-го, 2017-го года, Иванова, не подполномочена, как первый заместитель главы администрации, быть председателем КДН, и с чем требуется представление полномочия на право участвовать в заседании КДН и ЗПО. В соответствии со статьей 29-7 по присматриванию дела в отношении правонарушений объявляется, кто рассматривает дело, какое было подведение рассматривания, кто на основании какого закона обеспечивается административной ответственности. Учитывая, что 08-го, 05-го, занятия КДН в бюджетного района, Иванова, как первый заместитель, не представил своей полномочия на право заседания КДН в нарушении 29-7, а также положение комиссии номер 23-го, от 23-го, 1-го, 2007-го, в том числе, нарушение распоряжения администрации бюджетного района, 2-го, а 4-го, 2007-го, 2017-го груза, где полномочия первого заместителя не входит об заседании КДН и отсутствия информации о постановлении администрации бюджетного района от 31-го, 01-го, 24-го года о полномочиях Иванова быть председателем КДН бюджетного района прошло на основании вышеизложенного руководства статьей 29-й, выдать на руки письменное постановление бюджетного района, а назначить на должность в качестве председателя Иванова Елены Михайловны, рассмотреть и вынести письменное определение вы получили постановление администрации бюджетного района о назначении председателя? Здесь вас нету, вы не предоставили мне, я не знаю, кто вы. А куда вы делаете? Пожалуйста, вы нам встали, сейчас мы вам озвучим. Ну вот я сейчас смотрю, читаю, нет у вас. Нет у меня? Ну, ваше вот это постановление, это фельдкина грамота. Потому что у вас, смотрите, если мы распоряжение откроем, ваше распоряжение... Да, я не знаю, что удовлетворить, и предоставить скопное постановление от 2018 года у вас, и я не знаю, где Ивановна Михайловна, что это... Елена Михайловна, вот я открыла, ваше 21-е распоряжение, это ваша должностная инструкция. Да. Понимаете, да? Начнем с седьмой цифр. Рассматривается ходатайство, номер, значит, 3223, поданное в администрацию Гижанинского района 22 мая. Вот на этот момент, вот на этот смотрю, сейчас покажу тебе. Вот на этот момент она была заместителем главы администрации, а сейчас она первый зам. По должностной инструкции она не может быть КДМ. Это у нее полномочия. Она нарушает распоряжение, установление незаконных встав служит. Здесь же была только заместителем зам, у меня вопросов нет в должностной инструкции. Она первый зам. Это залепушка. Нарушить закон тоже хочу. При подготовке рассмотрения дела об административном правонарушении разрешается следующий вопрос, в который в случае необходимости выносит определение о назначении времени, места рассмотрения дела вы завелитесь у каждой статьи вкладчатки 1,25,10, вставка, необходимых дополнительных материалов по делам назначения экспертизы, об отложении рассмотрения дела, о возвращении протоколов административного правонарушения других материалов в орган, в частном лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола, оформление других материалов, дело непромоченными лицами неправильного составления и оформления других материалов дела, либо неполнотые поставления материалов, которые не может быть восполнены в рассмотрении дела. О передаче протоколов административного правонарушения других материалов дела при рассмотрении по подведомости, если осмотрение дела не относится к компетенции судьи и органов основного лица, в котором протокол об административной промышленности и другие материалы поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе судьи состава коллеги и налоги до основного лица. В материалах делано незнакомление с материалами 06.05.24 и 08.05.24, а также 22.05.24. Здесь исправлено, коллеги, пожалуйста, обозрись, что здесь дата. Ответственного секретаря Иванова Нина Дмитриевна отсутствовало письменное определение в рамках статьи 29.4 о принятии к рассмотрению административного дела, из которой можно установить дату принятия производства административного материала и назначение даты рассмотрения. Отсутствие данного определения материала дела является злостным нарушением КОАП и невозможным определить сроки рассмотрения и сроки принятия по нему решения. На основании выше изложенного статьей 29.4 КОАП Прошу выдать на письменное определение в рамках 29.4 о принятии к рассмотрению административного дела. Скотого можно установить дату принятия к производству административного материала и назначение даты рассмотрения. Рассмотреть данное письменное подотайство, вынести протокол и вынести письменное определение. Коллеги, мы с вами рассматриваем данный документ. Предлагаю по нему вынести отказ. Елена Михайловна, вы опять нарушаете закон. Итак, пожалуйста, кто за то, чтобы... Вы рассматриваете в рамках кодекса или в рамках 59-го закона? Или в рамках 120-го, Елена Михайловна? Вы в рамках какого закона рассматриваете? Чтобы отказать в удовлетворении данного подотайства, прошу членов комиссии голосовать. Елена Михайловна, вы в рамках какого закона рассматриваете? Вот это ходатайство сейчас. В рамках КОАП, в рамках ФСЗ-120 или в рамках 59-го ФСЗ? В рамках рассмотрения дел об административном... Отлично. То есть данное ходатайство вы должны рассмотреть в рамках кодекса административного правонарушения. Правильно понимаю? Кто против? Кто воздержался дальше? Супер. То есть исходя из вашего отсутствующего определения, я не смогу определить, когда пришел к вам материал. Правильно понимаю? Значит, все мы вам рассматриваем. Когда пришел материал к вам на рассмотрение? На материале. А я не вижу. На материале имеется дата входящего? Нет. Нет входящего. Это у вас мнение. Вы пишите, что он вошел в администрацию бежать нескольких комиссий от 17 до 14. Ага. И журналом, который у вас идет на уменьшение. Правильно я понимаю? Ходатайство номер 2200. Елена Михайловна, вам закон не писан? Я еще раз фиксирую тогда на камеру, что вам закон не писан. Пожалуйста, не перебивайте. Я правильно понимаю, вам закон не писан? Я правильно понимаю? Не перебивайте. Я правильно понимаю, что вам кодекс об административном правонарушении не писан? Правильно? Пробежание с кераминистративного правонарушения. Отлично. Давайте, давайте, наговорите на себя побольше. Я вас уже предупредила. Вы никак не можете свою голову включить. Включите свою голову, в конце концов. Вы сознание свое включите. Сознание свое включите, пожалуйста, Елена Михайловна. Вы под должностной инструкции, кто сейчас, Елена Михайловна? Первый заместитель. Согласно вот этой должностной инструкции, вы не имеете права заседать на КДН. Елена Михайловна. Ну, я говорю, это безбашенная женщина вообще. Прививка действует. У нас кто выгонит? Ничего себе. 0,3-го, 0,5-го материале дела Ивановна Катерина Владимировна стала известна, исходя из телефона у нас, где всем до председателя КДН Иванова предложила подойти. Я у нас, хочу сижу, хочу ворчу, называется. Так, кодекса. При ознакомлении с материалами было обнаружено нарушение дела производства, имеющее значение по делу, при котором осмотрение дела невозможно по следующим основаниям. Понимаете, вот, который раз, одно и то же, я не читаю. Первый зон. Первый зон. Как тебе понравилось? Как тебе понравилось? Вот, передача протокола об административном правонарушении других материалов дела на рассмотрение неподвижностных. Если осмотрение дела не относится к компетенции СНК, и органы, шнур, 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 шнур. Они ссылаются на статью 28, устава, у них нет Калиянов. Материалы где надоел ознакомление с материалами 06, 05, 08, 05, а также 22, 05, 04, 24, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 16, 14, 15, 16, 15, 17, 14, 13, 15, 15, 16, 14, 13, 15, 16, 16, 16, 16, 18, 16, 17, 16, 17, 17, 20, 20, 17, 16, 16, 17, 18, 20, 18, 18, 18, 19, 16, 17, 17. сроки принятия по нему решения хорошо выдать на на руки от 17 на 4 и 8 и 5 в рамках 20 и 4 полка с которого возраста и сочетание заседания кдн бежаницового района просмотреть письменное протокол и вынести письменное определение вот замглавы 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 он может покажем заседать вот он уже ответственный секретарь то есть он как замглавы председательский ответственный секретарь поднял поднимаешь а первый зам ну она же видишь это я говорю закон не пишет мы пойдем в суд обжаловать еще заявление на нее напишем еще еще одно но как раз в жизни почитаете елена михауна напоследок слава богу хоть будет кого посадить научиться читать постановление подставление администрации бежанинского района 21-го года номер 21 и чисто в комиссии сходя из которого согласно распоряжению совпали только две фамилии Иванова и Мельникова из 15 перечисленных которые непосредственно участвовали на 8-го в заседании кдн а также в списке присутствует присутствовав фамилия выведена с того комиссии Михаилу Л.А. Между высопчик такую собрали даже видишь что у них происходит он в самосупо не происходит это мы рассмотрим по 59-го это мы по кодексу а это мы вообще под стол встретим туда ничего сказать просто отклонить надо и все нет она она по должности первый зам все вот ее вот ее должность первый заместитель она а вот администрация вот ее полномочия то есть согласно ее полномочиям она в кдр не заседает дальше есть смотрим есть просто заместитель главы вот это первый зам а это заместитель главы есть просто зам все толпой сейчас будут сидеть на клавиши жать ну дурдом ты же видишь ромашка на выезд а у меня сейчас это самое у главы свечи нет у них закона здесь ты же видишь что постановление не писано закон не писан кодекс что он вот вот сейчас вот в их общую конфигурацию смотри вот видишь она фиксирует себе первый заместитель то есть это вот это вот ну вот это уже левое постановление и вот это уже левое постановление потому что если она поменяла должность должность то вот это постановление ну вот это уже не катит да 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 все ну все короче у нее кто поделится нет и мало волнеет запуталась 18-го уже 18-го года а это какого года она здесь нет ты меня спрашивай это было 8-ое число ну понимаешь да вот это вот видимо быстро рисовали на коленке потому что к нему нет ничего ну нет да вот это старое вот это старое на тот момент она имела право а на сегодняшний день она не имеет права заседать в КДВ поэтому она не может представить документ не дала администрация не дала такого согласия а на что хочу то и врачу шарочка с машиночку так двадцать третье постановление двадцать третьем не не нет не да сошлите сошлитесь нам на письменные законы что в рамках какого законодательства вы будете выдавать справку у нас фазе не нет такого регламента именно в этих обстоятельствах выдавать справку Екатерина Владимировна устно вас уведомляем устно вас уведомляем о том что устно не является уведомлением по итогам по итогам обучения в красночинской школе ваша девочка умница красавица участие на 4-5 получит справку установленного образца у меня вопрос к Екатерине Владимировне скажите просто а папа папа-девочки знает о том что она не допустили этого в этой ситуации все показаны forty-esus так это же вы вы не допустили вы предупредили папу что это вы не допустили 발 чистят так у на встречный вопрос что вы сделали для того чтобы допустить ребенка да потому что вы нарушаете закон вы даже не слышите себя вы сидите собрались вы даже не знаете Вы сидите с пустыми столами, с пустыми ручками, вы даже дело не читали. Вы даже не читали дело. Конечно, вы все уже рассмотрели. Да, я... Молодец. Смотрите, у меня вон какое дело. Молодец. Да. Нет, тут ребенок... И тут в ответ, я уже все решила, все нормально, у меня все, я уже порешала, сказала другая. А я подняла просто руку, я материал не читала. Я просто наблюдала, как вы здесь принимаете решение по ребятам материала дел, которые там находятся. Вы даже не знаете, что вы принимаете, просто кто за... Кто за расстрел? Я. Вам оружие дадут, вы стрелять будете. Не спорьте, я вас умоляю. Вы спорить должны были, когда заседание было, а не тогда, когда все закончилось. Сидят, спорят они. Вы уважительные разговоры? Да вы не заслуживаете уважения, к сожалению. Вы не заслуживаете, понимаете? У вас, вы бездумно поднимаете руки. Просто бездумно поднимаете руки. У вас даже нет материала, вы даже не знаете, о чем речь идет. Просто как попугая друг за другом. Школа Бижайнинского района. Как вам это, господа хорошие? Зато мы гоняемся за биометрией. Вот такая шкула. Вот такой тумбинц. Как вам скажу, запах непередаваемый. Какие игры целый день играет королева? Ей головы рубить не лень направо и налево. Казнить своих покорных слуг она всегда готова. Но что рубить, когда вокруг и так все безголовы?